Написали на чистых листах. В женском реабилитационном центре общественной организации «Ростов без наркотиков» прошел мастер-класс по каллиграфии. Специалист из города Волгодонска научила девушек выводить буквы декоративного письма и рассказала о том, как эти навыки помогают в деле реабилитации. Высота буквы 6 клеточек, ширина буквы 3 клеточки. Возьмите карандашики, отметьте себе, где у вас будет начало буквы, где будет конец буквы. В руках кисти и чернила. Реабилитантки «Ростова без наркотиков» учатся писать русской вязью. Шрифт православных молитв и высказываний, украшение церковной утвари. В каллиграфии он занимает особое место. И, по мнению психологов, освоение его техники помогает справляться с серьезными недугами. Снижается тенденция к истеричности, к каким-то нервным проявлениям. Потому что процесс написания каллиграфического, он очень размерен. У него есть свой ритм, красота. Это вообще вид искусства. А практически любое искусство, которое направлено на созидание, оно позволяет человеку расслабиться, прийти в гармонию с самим собой. В Ростовском реабцентре такой мастер-класс организован впервые. Специалист из Волгодонска прибыла поделиться умениями и передать опыт одного из самых крупных каллиграфических центров, который находится в Санкт-Петербурге. Занимаются сейчас этим направлением искусства не очень многие. Особенно в России у нас есть такие энтузиасты, подвижники своего дела. Питерская школа от Аза до Ижицы и ее основатель Петр Петрович Битько. Он очень много делает для того, чтобы возродить каллиграфию даже в русских школах у нас. Каллиграфия и чистописание, по словам специалистов, увлекает как детей, так и взрослых. Реабилитанткам мастер-класс пришелся по душе. Не ожидали, признаются девушки, что занятие окажется таким интересным и полезным. Валерия в реабилитационном центре около двух месяцев. Приехала из Москвы. Выводя на клетчатой бумаге старославянские буквы, она обдумывает свои поступки. Вспоминает дом, родителей и полуторагодовалую дочь, по которым очень скучает. Даже когда мастер-класс закончится, все равно пригодятся эти навыки для того, чтобы писать красивые письма домой. Письма родным – переосмысление ценностей. Это то, чем ежедневно занимаются бывшие наркозависимые, которые хотят начать новую жизнь и стараются использовать каждый шанс, подаренный свыше. Окунайте перышко в баночку. Обязательно коснитесь края, чтобы не было большой кляксы. Если получится клякса, ничего страшного. Полтора часа мастер-класса по каллиграфии показались незаметными его участницам, тем, которые на новом жизненном пути хотят как можно чаще соприкасаться с прекрасным.